Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать макияж на 14 февраля. Героями наших макияжей, я сделаю два разных глазах, будут вот такие вот спарклы от бренда Шик в оттенке Сан и Мимоза. И также, из-за того, что это сияшки, нам с вами надо какое-то матовое оформление. Будем пользоваться палеткой Фламинго от Революшн. Она вот так вот выглядит. Очень такая интересная, розовенькая. Мне кажется, как раз на 14 февраля очень даже подойдет. Не смотрите, пожалуйста, что у меня с рукой вот такая вот ситуация. У меня проблемы с мышцой. И если для прошлого видео я это все снимала, то сегодня я все-таки решила в этом походить. Здоровье все-таки важнее. Но давайте не будем отклоняться от нашей цели. Все-таки снять макияжи. И погнали! Первым делом я наношу базу под тени. В этот раз у меня будет от Катрис. Вот такая вот. Она чуть-чуть выравнивающая и с оттенком. Но этот оттенок вообще не будет виден. Так. И быстренько растушевываем. И вот такая вот основа сейчас у нас под тени получается. Чтобы убрать лишнюю липкость, я на обоих глазках прохожусь с светлым матовым оттенком очень такой пушистой кистью. То, что в первый раз я вам показывала, Валерия Дэ, вот такая вот пушистенькая. Очень она мне нравится. Это вот то действие, которое я буду выполнять точно на двух глазах, потому что спарклый шик в целом сами хорошо цепляются на веко. А вот матовые на этой базе могут чуть-чуть подзалипать. Поэтому мы этого избежим и будем аккуратничать. Спарклый шик, они достаточно такие, яркие сами по себе. Поэтому один глаз я сделаю более такой насыщенный. Тут будет оттеночек сан. А этот более нежный. Тут будет оттеночек мемос. Смотрите, как красиво фиолетовый просто переливается. А этот просто потрясающий с голубым и зеленоватым переливом. О, вот. Потрясающие оттенки. И погнали делать сначала вот этот вот глаз с оттенком сан. Ну, я, пожалуй, свою растушевку вот с такого оттенка Индия. Он такой достаточно персиковый, яркий. Посмотрим, что у нас получится. Так, вот этот вот глаз, да, наношу в складочку. Очень так. Ширная за счет того, что кисть у меня такая пушистенькая. Видите, какой красивый оттеночек? Просто потрясающий. Мне кажется, он идеально подойдет, если мы еще затемним уголок. И оттенок сан, он с такой все-таки розоватой базой. Поэтому хорошо впишется. Чтобы увести все-таки вот тушевку ближе к уголку, как я люблю, я беру вот такую вот плоско-пушистую кисточку и аккуратно вывожу свое направление. Сегодня я хочу поярче еще-таки сделать макияж, поэтому я и тушевку делаю такую более оттянутую, более насыщенную. Ну, как вам оттеночек? Мне он очень нравится. Теперь я набрала оттеночек импресс на кисть поменьше. Вот такую вот плоско-пушистую. И буду еще дополнительно прорабатывать складочку. Хочу ее сделать более насыщенной, но при этом не хочу, чтобы она была более такой темной. Все-таки темной, я хочу сделать у нас уголочку внешне. Вот на такой вот бочоночек я набрала самый темный оттеночек и легкими припечатывающими движениями его наношу. Концентрирую все вот в этой зоне. Дальше будем только растушевывать. Че капец! Я не знаю, этот темный оттенок у меня куча пятен, какую-то непонятную полосу на камере дает. Я смотрю на себя в зеркало в целом нормально, но на камере это смотрится максимально ужасно. Короче, темный оттенок я как не использовала тут, так и, видимо, и не буду использовать. Я еще на нижнее веко вот сюда вот увела его, чтобы сделать форму. И надеюсь, что хотя бы на нижнем веке все будет смотреться нормально. Я решила взять ярко-розовый оттеночек и нанести его на нижнее веко. Так скажем, раз гулять, то гулять. И как смотрится на нижнем веке? В целом, мне кажется, неплохо, но опять темный оттенок дает какие-то непонятные ситуации. Набираю с парка вот такой вот плоской кистью из козы. В целом переносится хорошо. И наносим на глаз. По-моему, происходит какая-то магия. Ой, просто потрясающе смотрится на глазу. Надеюсь, что он перенесет на себя все наше внимание, и мы не будем обращать внимание на внешний глаз. Ой, на внешний уголок глаза. Я нанесла на весь глаз, и вы можете заметить, как переливается из зеленого в голубой. Я специально сегодня поставила сбоку лампу, чтобы вам показать все переливы, которые только есть в этом оттеночке. Так, для второго глаза я беру вот такую вот пушистенкую кисть. Набрала уже оттенок импресс, который я наносила вторым на правом глазике. И заношу в складку. Тут интенсивность макияжа будет намного меньше. Поэтому я буду сейчас брать максимально пушистые кисти, чтобы все было такое нежное, плавненькое. Такая вот мягкая тушевка у нас получилась, но на нижнее веко я все-таки хочу добавить второй ярко-розовый оттеночек, который есть в этой палетке, чтобы хотя бы нижнее веко у нас с вами было такое. Розовое, девчачье, очень даже веселенькое. Это не будет слишком выбиваться из этого макияжа, но мы с вами покажем, что у нас все-таки нижнее веко есть. В целом, чтобы не выбиваться из общей гаммы, я еще хочу на внутренний уголочек чуть яркого добавить. Наношу на маленькую пушистую кисть и держу кисть на самом конце, чтобы он не был чересчур ярким. Мне кажется, это будет классно, что у нас яркие акценты не на внешнем уголке, по сути, а на внутреннем. Причем он такой мягкий, растушевочный в целом. Вот как раз то, что надо. Ну, посмотрите, как сразу макияж заиграл. По-моему, очень даже ничего. И теперь все на ту же самую кисть, только обратной стороной. Я беру спаркл шик. Кстати, вы тут виден перелив или нет? Да, виден зеленый такой, фиолетовый. Очень классный, очень мягкий. Я вот сейчас на него вот так вот смотрю зелененький, вот так вот розовенький. Очень прям классный, мне он очень нравится. Так, и наносим. Так, с какой стороны? Вот этой вот. Он такой очень нежный, очень прозрачный, очень-очень-очень красивый. И еще одно отличие в нем от оттенка Sun, он как будто более кремлевый. Он не так охотно переносится на эту кисть. То есть, как будто, знаете, тормозит что-то. И такое обычно бывает, когда оттеночки достаточно кремовые. Прям вот неохотно. Но мы с вами упортые. Я слышала, точнее читала, что формула должна чуть-чуть подсохнуть со временем, и они будут более сухие. Мне кажется, это будет очень классно. Будет попроще их наносить. И если они будут все так же не осыпаться... Все, это будут мои одни из самых любимых спарклов, помимо Берновича. Я вам пытаюсь поймать эту дуохромность зеленой, и мне кажется, что вот сейчас вот прям видно, что все-таки он в приливе не розовый, а такой зеленоватый и фиолетовый. Ну, в целом, очень даже красиво. Я сейчас за кадром быстро сделаю тон брови, накрашу реснички, добавлю карандаш, и мы с вами будем переходить к коррекции лица. Ну и, наконец-то, переходим к коррекции лица. Начнем мы с вами с бронзера. У меня сегодня вот такой вот бронзер от Manly Pro, в оттенке BZ3. Он такой холодненький, чуть с розоватым подтоном. Мне он очень нравится. Он очень классно смотрится на лице. И у меня тут еще кот. Единственное, что мне не нравится в нем, это то, что его фиг нанесешь. Поэтому я его всегда наношу вот такой вот самой дешевой кистью из натурального ворса, из улыбки радуги. Что надо поделать? Надо было быстренько новую кисть себе, а тратиться я не особо хотела. Потому что другими моими кистями, из синтетики, другой натуральный ворс что-то неохотно воспринимают. При этом текстура у Катрис, который тоже как бы запеченный, она намного более рыхлая. Поэтому он любой кистью набирается нормально. А вот этот вот что-то вообще очень сложно. Ну и посмотрите, как лицо сразу преображается. Я доделаю вторую сторону. И перейдем с вами к румяшкам. Для румяшек в этот раз я беру достаточно большую кисть. Хочется их сегодня добавить прям так много, но пушистую. Наношу тоже в зону коррекции. Мне очень нравится такой эффект. Не знаю, мне почему-то он очень идет. Слайтеров у нас сегодня в два. Вот таких вот от Катрис и от Эссенс. Тоже будем наносить на две щеки. Этот более такой розовенький, переливающийся с достаточно крупными блестками. Вот этот, он такой более деликатный, но очень пыльный. У меня есть второй. В другом оттеночке. Это такой оттенок шампанского, наверное. Ну, посмотрим, как будет смотреться вообще на лице. Я вас опять приблизила. Надеюсь, вы не против. И наношу хайлайтер достаточно мягкой кистью. Вот, не бледный, но он... Но вот этот, кстати, менее пыльный, чем второй, потому что тот у меня прям разлетался даже вот от этой мягкой кисти. Так, и наносим. Так, что видим? Ой, мне кажется, очень красиво. Такое очень деликатное, на самом деле, подсвечивание. У меня в последнее время очень не хватает почему-то очень деликатных подсвечиваний, потому что у меня есть очень яркий хайлайтер, но вот такие вот нежные. Не так много. Ой, как красиво переливается. Мне нравится. А вам? Трую скулу. Будем наносить тоже мягкой киточкой от Мэнли. Вот этот вот хайлайтер. Посмотрите, тут облачка. Очень мило. Я не знаю, какой он по текстуре. На кисть вроде переносятся отдельные блёсточки. Ну, посмотрим. Давайте. Хопа. А что-нибудь есть? Я не знаю. А что-нибудь есть? О-о-о. Ничего нету, короче. Так. На кисти блёсточки отдельные. Может, кисть потвердше взять? Скромненько. Давайте возьмём с вами другую кисть. Я взяла вот такую вот кисть из козы. Что могу сказать? По-моему, этот хайлайтер ещё более деликатный, чем второй, потому что второй что-то как-то нормально лёг, а этот, видимо, только приносила его, не будет яркий результат. Ну, в целом, оттенок неплохой, такой розовенький перелив. Мне кажется, красиво смотрится в целом. Сегодня у нас с вами будет на губах, точнее, у меня, опять же, тинт в 01 оттенке. Он называется Wanna Be Pink. Он такой прям ярко-розовый, поэтому я его нанесу, пожалуй, аккуратненько за камерой, а к вам вернусь уже с полным образом. Ну, и вот такие вот два макияжа у нас с вами получились. Мне кажется, они очень классные, очень нежные. Один поярче, другой понежнее, какой вам больше понравился. Мне нравятся оба. Ну, и вышел мини-обзор на спарклы шик. На самом деле, эти спарклы я долго думала взять один или два. И больше я рада тому, что я взяла вот этот вот розовый, потому что первоначально я думала, что у меня есть очень много похожих спарклов. На самом деле, нет. У меня все зелено-розовые, а этот в какой-то момент отдает прям ярким фиолетом. Это очень классно, он такой супер нежный. Берновичи, они все-таки более яркие. Эти все-таки можно и в обычной жизни, повседневные использовать, и это будет очень уместно. По текстуре они более мягкие, почти кремовые. Что-то между кремовыми и сухими. То есть кистью нормально она носится, но при этом текстура не осыпающаяся. То есть после того, как я нанесла спарклы, я ничего из-под глазей своих не снимала, ни блесточек никаких не было. Наверное, только от уголочков моих были, и то только потому, что там тени были другие. Кот пришел. Боюсь, что он сейчас спрыгнет. Надеюсь, нет. Вроде нет. Все-таки одумался. Давайте посмотрим на эти макияжи еще раз поближе. Нет, все-таки прыгнул котик. Хопа, покажись на камеру. Хопа. Ну, какая прелесть. Обожаю его. Так. Тинт очень классный. Такой розовенький, яркий. Хайлайтеры. В целом я розовый наслоила. Он так же ярко смотрится. Ну, а глаза, благодаря спарклу, эта темная зона на вот этом глазике, она почти не видна теперь. Слава богу, мне это очень не нравилось. Ну и оцените, напишите в комментариях, какой глаз вам понравился. С оттенком Sun от Chic или с оттенком Mimosa. Более яркая версия или более нежная? И вообще, будете ли вы делать себе какой-то макияж на 14 февраля? Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии, так скажем, в следующем видео. Я вас всех люблю. Желаю огромного счастья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok